Давайте же вспомним их, ставших травою, корнями деревьев и щебетом птиц. Мы их имена нынче носим с тобою, и лиц их черты есть в чертах наших лиц. 81 год назад началась Великая Отечественная война. 22 июня стал Днём памяти и скорби. Традиционно в сквере у Вечного огня проходит траурный митинг, на котором вспоминает героев, принёсших победу своим мужеством и отвагой. Мы помним и свято чтим мужество и героизм наших предков. Наша прямая обязанность – заботиться о тех, кто ковал победу на фронте и в тылу врага, и чьё детство опалила война. Вечная слава и память всем павшим в Великой Отечественной войне. Каждый год в эту дату сюда приходят неравнодушные копичане и родственники участников войны. Люди, которые провели своё детство в тылу, рано потеряли родителей, и на их плечи легло долгое восстановление страны. Было очень тяжело, конечно, очень. Потом ездили по лиспромхозам. Митинг этот вы каждый год посещаете? Да, обязательно. Каждый год посещаю. На вечном огне иду сюда, и туда в этом году ездили. Шествие где было. Каждый год. Многие дети войны помнят своих родителей только по фотографии. Тамаре Александровне в июне 1941 года было всего два года. Её отец погиб в 1942-м в Сталинграде. С горечью она рассказывает, как много детей оказалось сиротами в то страшное время. Люди добрые, всего мира, не воюйте никогда, не надо, не нужна эта война. Я вот всё смотрю, Господи, ну что людям надо, почему они не живут мирно. Я хочу, чтобы всё было спокойно и чтобы не было сирот. Память погибших почтили минутой молчания. Завершился митинг торжественным возложением цветов к вечному огню. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова